Рад вас приветствовать на нашем очередном заседании «Финктэнк-клуб» с Мандау. Открытый общество – это понятие, как говорил Джордж Сорос, это не политическое, а именно научное понятие, гоносеологическое. Если мы будем открыты друг другу, фактам, событиям, идеям, тогда, я думаю, только тогда мы можем найти какой-то политический компромисс на самом деле. Я надеюсь, что сегодня тоже будет праздник мысли, а не информационная война. Говоря сегодня об общеведческих ценностях, о гуманизме, об общегражданских и о глобализации, сегодня они объединились в одно понятие, и это понятие – это общая идеология, идеология глобализации, которая, если называть вещи своими именами, это идеология победившей гипердержавой супергосударства ПАКСА-американ, в котором мы все живем и являемся его частью. То, что происходит на Украине – это американская интервенция, но интервенция – это не направлено против Российской Федерации, потому что, как мне кажется, Россию загнали в узкий коридор принятия очень быстрых решений, которые она не может не принимать. И вся эта политика, она просто вынуждает Россию действовать в определенном ключе. Кризис на Украине – это борьба США с Европейским Союзом, это не устранение, но, как бы скажем, выравнивание конкурента, не устранение конкурента, но не устранение Европейского Союза. Если мы посмотрим в крымские дни, произошло очень интересное событие. Организация Объединенных Наций одобрила передачу Акватории Охотского моря юридикцию России, что, в принципе, намного превышает экономическое значение Крыма. И ООН, как мы знаем, основным донором является США, и контролером, и географически она находится там, и с ученением Советского Союза. ООН – это ненезависимый инструмент. Я бы сказал, честно говоря, что США и Россия сегодня являются союзниками, ну и Великобритания. Возник старый альянс борьбы с наиболее опасным, наиболее сильным конкурентом – это Европейским Союзом. И действие на Украине, создание хаоса, зоны хаоса, практически в самой восточной части, в центральной части Европы, – это попытка взятия под контроль всех процессов, которые происходят в Европейском Союзе, и это попытка, которая происходит на Восточном фронте Европы. Одновременно на Западном фронте Европа ведет сегодня три фронта борьбы. Это примерно как во Второй мировой войне, одна из них восточная, как я сказал, другая – это Западный фронт, это борьба с Великобританией, которая одновременно и члены Европейского Союза, и грядущий референдум по отделению Шотландии, именно подтверждение успехов европейской политики. Независимо от того, что говорят европейские политики, что они не поддерживают отделение Шотландии, Шотландия деляет их никуда, они, сомненно, станут членами Европейского Союза, если этот референдум пройдет положительно, будет принято решение об отделении. Но одновременно США сегодня давлением по подписыванию соглашения о свободной торговле и трансатлантической наносит очень серьезный удар по экономикам Евросоюза. В течение 70 лет Европа успешно сопротивлялась, выставила торговые барьеры в США, принимала протекционистские меры, чтобы не допустить вторжения технологической продукции, а в особенности продукции сельского хозяйства, генетически медиафиксированных продуктов на свои рынки. Если соглашение будет подкислено, то огромный поток американских товаров, машиностроения, автомобилей, авиастроения нанесет серьезный удар по экономикам Франции, Германии и Италии. Говоря о Южном фронте, геополитическом фронте, то мне кажется, что мы его наблюдали недавно, это Арабская весна, в которой, в принципе, Евросоюз достаточно успешно справляется, и он закончился вхождением в французского контингента войск в Центральную Африку, то, с чем вместе Советский Союз и США боролись до 1956 года, даже до 1962 года в Конго, устраняя колониальные владения европейцев. Украинский кризис – это проявление противоречий между Европой и США, и Великобританией, в которой Российская Федерация отведена роль активного статиста, участника, за возможность высвобождения из-под контроля и из пакса американок. В таком повороте событий толкает общая обстановка в состоянии экономики, развития экономики, потому что там капиталистическая модель, видимо, которой мы сегодня существуем, и которая, когда нет капитализма в чистом виде, подошла к определенному уровню своего развития, исчерпала потенциал своего развития. И всегда политика является выражением, наверное, как экономического развития, технологического развития, которое мир сегодня переживает в виде перехода новой третьей индустриальной революции, которая придет в виде информационных технологий, в виде создания новых материалов с необычными свойствами. И что требует от нас изменения и сознания, и создания нового языка, и поисков места под солнцем. Говоря о Казахстане, я думаю, что перед нами стал момент определенной выбора, что мы не можем дальше идти путем дальнейшей политизации нашего сознания, тот путь, который начался очень сильно процессом перестройки. И нам надо скорее научиться мыслить более технологически, чем политически. То есть, возвращаясь все время к этническим вопросам, национальным, мы загоняем себя в ловушку, в которой нет решения. Потому что вопрос национализма он не решаем вообще никак. А вопросы идентичности это гораздо более сложные вопросы, чем вопросы национализма. Тот же Тенышбаев сто лет назад писал, что идентичность в Казахстане в том же, ну, была совершенно другой. Оно не отменяет, что люди не ощущали себя, например, казахи не ощущали казахами. Но идентичность скорее бодировалась, откуда человек родом, где он родился, и может быть, какого он племени. В советское время эта идентичность потерпела некоторые изменения и стала бодироваться в том, что человек мог быть советским человеком, одновременно он мог быть казахом, ну, и где-то там на кухне еще обсуждалась родовая принадлежность. Сегодня нам, наверное, стоит вопрос о том, чтобы нам не стоит сильно факультироваться на национальных вопросах, потому что это вопрос, который приведет в тупик. Самый главный вопрос, который встает перед нами, это скорее вопрос развития. То есть не кто мы и какое наше прошлое, а скорее, что мы хотим сделать и какое будет наше будущее. То есть и здесь бы пригодился нам скорее опыт Советского Союза, именно положительный, в плане развития науки, образования, общего уровня жизни. Возможно, то подписание Евразийского экономического союза является тем шагом, попыткой заглянуть за горизонт и ответить на грядущие вызовы. Мне кажется, сегодняшнее событие гораздо прозаичнее, проще, банальнее и куда печать. Мне кажется, мы имеем дело, в общем-то, с достаточно примитивным, продолжающимся на протяжении более 200 лет российским экспансионизмом по всему периметру территории, которая на сегодняшний день является Российской Федерацией. То есть идея присоединения земель русских чрезвычайно популярна, и земельный русский считается абсолютно все, включая Калифорнию, Аляску и вообще до чего на глобусе можем дотянуться. Я уж не знаю, как там Америка воюет с Европой в этой всей ситуации, но я думаю, что всем странам, которые имеют общую границу с Российской Федерацией, нужно, может быть, не столько заниматься деполитизацией своего общества, как проверять свои военные возможности, как оказывается, находясь под зонтиком прекрасных договоров, можно получать военные удары непосредственно от самих гарантов этой безопасности. Поэтому сложными концепциями можно будет заниматься потом, на мой взгляд, на сегодняшний день нужно заниматься реальными вещами. Фактически отказ гарантов заставить Россию выполнять Будупешское соглашение де-факто дает полное право Украине на полноразмерную ядерную программу, включая военную. И те, кто более детально знакомы с возможностями военно-промышленного комплекса Украины, а также с научной базой и человеческим потенциалом украинской науки, знают, что фактически Украине, может быть, на это потребуется два, три, пять лет, не более того, чтобы выйти как на ядерное вооружение, так и, собственно, средства доставки, которые, ну, по факту у них есть. То, что делает США за пределом своей территории, это некое их понимание их роли в мировом порядке, но никак не связано с территориальной экспансией, присоединением и корпорацией новых территорий в США, то есть никак не связано с территориальной добычей. Я разделяю практически все принципиальные оценки Чукана. Единственное, с чем бы я совершенно не согласился, это с тем, что это все делается по некому мудрому и хорошо осознаваемому замыслу, но руководители Германии, Англии, ну, и США, разумеется, Франции, слишком талантливо изображают непонимающих, чтобы поверить, что они действительно понимают. Они реально не понимают, что делается. Для любого, кто вообще более-менее понимал, что такое бывшие СССР, это пространство и что тут происходит и как может происходить, было совершенно очевидно, что Майдан это в пользу России. Это ускорение тех объективных событий, когда Россия из фактически иммунитарной сырьевой, ну, и в каком-то смысле идеологической колонии, для нее положение достаточно необычное исторически, хотя и, в общем, объективно обусловленное, действительно проиграли же во Второй мировой войне. Когда Россия, не потому, что Путин умнее, а просто потому, что объективные все обстоятельства складываются к тому, что то, что должно уйти, оно совершает такие глупости, ускоряющие свой собственный уход. В результате этого произошел в Майдан, в результате этого России достался Крым, в результате этого сейчас уже фактически произошла федерализация Украины, которая осталась только там у законицы, и в результате этого дальше, в результате долгожданных санкций Запада, которые они искренне считают, что они этим Россию как-то там накажут или приструнят, они санкциями накажут и создадут очень достаточно серьезные неприятности, которые объективно на самом деле ускорят и интенсифицируют то, что в любом случае должно дальше произойти. Теперь вот насчет того, что мы должны вообще знать. Вот даже насчет этой пассионарности. Я не узнаю ответ насчет пассионарности. Человек сам по себе пассионарен, он так создан и в чисто материальном смысле он потребитель, и в духовном смысле ему все такое надо. На этом происходит развитие человечества. Оно идет по технической линии и все технические совершенствования требуют укропнения производства, коллективизации, социализации производства объективно. В этом смысле человечество действительно обуина экспансией и причем чем более прогрессивна эта экономическая и политическая система, тем больше экспансии. Почему Запад сейчас победил? Потому что он в результате религиозной реформации еще средневековой и дальше обусловленной этой реформацией научно-технической революции действительно встал во главе мира, как в техническом смысле, так и в общественном политическом. То есть парламентаризм безусловно гораздо более технологичен, чем гельбасизм, а Кимы гораздо менее технологичны и архаичны, чем местное самоуправление. Поэтому Запад в лидерах, а Россия вполне объективно на каком-то таком историческом этапе стала, ну не сказать, что придатком, но чья, она оказалась побежденной частью. Частью ПАКС-Американа. Частью ПАКС-Американа, совершенно правильно. И это та нынешняя глобализация, которая сегодня состоялась, она совершенно объективно, по факту, начинает фрагментироваться. Ну, из технологических соображений я приведу только одно. Все-таки ростовщичество как способ снабжения экономики деньгами, основанное на том, что все деньги даются в долг с возвратом и платно еще с процентом, оно объективно требует экспансии. Оно не может стоять на месте. ВВП должен расти, неважно на чем, если ВВП останавливается, это кризис, это катастрофа, все разваливается. Вот. Ну, ростовщизм охватил весь мир, включая Иран, и даже Северную Корею. Ему дальше некуда расти. Он должен закончиться. Все должно совершенствоваться, в том числе и частное ростовщичество, которое себя на самом деле уже исчерпало и держится только на том, на чем атомное оружие, оно слишком мощно, чтобы с ним играться. Вот ростовщичество держится только на том, что оно весь мир охватило и эта пирамида слишком опасна в обрушении, чтобы от нее просто отказаться. Но санкции, кстати, которые будут рубить долларовые связи, они чрезвычайно полезнены, но они дадут жизнь, они дадут новую жизнь, когда экономику надо будет выстраивать не на поставках сырья туда и приобретении готовых товаров, а что-то свое делать. Нам надо повышать просто свое качество и политическое, и экономическое. Причем политическое в первую очередь, потому что экономика вторична против политического устройства. Если у тебя архаичное, средневековое, фактически феодальное политическое устройство, то у тебя и феодальная экономика. Только не землю ты эксплуатируешь, как прежние феодалы, а подземные богатства. Это чистый феодализм просто в современных условиях. Конечно, надо брать курс не революционный, не через отъем, а принципиальный курс в правовой системе на национализацию всех природно-добывающих мощностей, на национализацию инвестиционной кредитной политики, и на национализацию всех естественных монополий. Вот я же говорю национализировать природно-добывающие отрасли не потому, что я вот такой коммунист и против рынка, а потому, что там никакого рынка нет. В природодобывающих отраслях единственное, что главное, это природная рента. Это природная рента и вся конкур... и биржевая. И вся конкуренция за биржевую и природную ренту осуществляется не на рынке, а в администрации президента. Кто получил право добывать это сырье, то ты получил эту ренту. Какой к черту рынок? Какая конкуренция? Я говорю, национализировать. Мы должны осознать, что мы колониальная часть этого большого мира. Только после того, как ты осознаешь, что ты часть, колониальная часть, ты начнешь вести себя разумно. Евразийскость, как часть нового фрагментированного мира, абсолютно предопределена. Она может быть кривой, проблемной, она может быть какой угодно, но ее не может не быть. Точно так же, как государство Европы, точно так же, как государство Америка, ушедшее к себе туда на то полушарие, и там мощное государство, точно так же, как мощный Китай, реалия нового мира рядом с нами. И к евразийству надо относиться на полном серьезе не как к торговому союзу, а как к такому союзу, который создает общую экономику, общую научно-техническую, образовательную, всякое такое. Понятное дело, что зависеть от иностранной валюты, это неправильно. Но отменять экономическую природу проценты, товарную природу денег, допустим, это явный ход к тому, чтобы отменить в принципе частную собственность. Рынок это же не просто там какая-то делая, рынок это естественное состояние, когда в экономике доминирует частная собственность. Нет никаких догм. Точно так же, как нет никаких догм в международном праве, вот в Будапештске соглашение. А до этого был Брестский мир, а после Брестского мира было соглашение между Сталином и Гитлером. Это тоже все было международное право в свое время. И было Беловежское соглашение, теперь Будапешт отменен, теперь Женевские соглашения, которые не исполняются, но это уже новое международное право. Точно так же и в собственности. Конечно, где-то должна быть частная собственность святая и неприкосновенная, А где-то давно пора отходить от частной собственности и делать ее общественной. Естественно. Если вы такой хитрый, я буду еще хитрее. Понятно, что нельзя отменять эту собственность. Кто об этом спорит? Понятно, что никто не отменит общественную собственность в инфраструктурных отраслях. Кто об этом спорит? Вопрос в том, вы же за доминирование частной собственности в общественных отношениях или государственной? Я против такой постановки вопроса. Почему? Я говорю о том, что... Частная собственность, не работающая на средства производства, а принадлежащая людям, и удовлетворяющие их потребности, если они разумны, она абсолютно необходима, она свята и неприкосновенна. Но опять же надо ограничивать. Если это ресторан, он должен быть только частным, потому что там и искусство повара, и искусство обхождения, и всякое такое, оно должно быть частным. Если это казмунайгаз, он, конечно, должен быть государственным. Друзья мои, является ли право на собственность, и не попустил слово, на частную собственность, естественным, неотъемлемым правом человека. Личную или частную? Частную. И в том числе и личную, допустим. Мы когда говорим про права человека, мы же говорим про права всеобщие, то есть не связанные с личным достоинством. Независимо от того, насколько я негодяй или не негодяй, заслуживаю, не заслуживаю, у меня есть естественные права, которые никто не может у меня отнять. Для их обеспечения не нужны ресурсы государства, нужно просто их соблюдать. И право на частную собственность – это, естественно, право человека. И проблема коммунизма, я здесь не соглашусь с Петром Владимировичем, несмотря на то, что соглашусь с Чуканом, что было очень много достижений, но не соглашусь с Петром Владимировичем, что была прекрасная экономика. Почему? Потому что на самом деле они не были деньгами, советские деньги. Когда мы имеем дело с финансами, это же на самом деле знаково предметное замещение реальных торговых и реальных производственных процессов. Процесс – это объективная природа денег. Почему? Потому что деньги – это ресурс. Если они имеют хоть какое-то товарное значение, то когда я занимаю у кого-то деньги, на самом деле что я обменю на что? Я один отказываюсь, жертвую от потребления ресурсов непосредственно в данный текущий момент, а другой, наоборот, приобретает эту возможность. Процент возникает как-то оплата за отказ. Сейчас, естественно, нам нужна своя национальная валюта, свой эмиссионный центр, не привязанный, например, к эмиссионному центру ФРС. Но я не поддерживаю тот пафос, что посмотрите на ФРС, это же частная структура. Друзья мои, да, частная структура, так устроено это общество. Частная собственность, права человека не отрицают социальной направленности того или иного общества. Понимаете? Просто так устроено общество. Но это ФРС исполняет функции государственные, это псевдо... Поэтому неважно, какая это государство. Когда собственность достигает таких масштабов, частная, она уже не частная. Это квази-государственная собственность, на самом деле. Просто частные люди, которые держат своей репутацией, на которых есть контроль. И я не соглашусь, что если мы уберем процент, когда говорят, вот процент, это та самая зловещая вещь, благодаря которой финансовая олигархия нас всех держит. Ребята, если мы уберем процент, почему вообще банк федеральный, да, или вообще любой центр банк независим от правительства? Это же не от хорошей жизни. Потому что всем понятно, что если вы получите эмиссионный центр одновременно с правительственным центром, да, то вы будете имитировать эти деньги просто так. А когда есть процент, то вы будете их имитировать в виде кредитной эмиссии, понимаете? Как кредитор последней инстанции. Чтобы обеспечить всю товарную массу, то есть это был кредит, должен быть такой, это инвестиционная эмиссия, это не так, что взял и имитировал, как захотел. И проблема Советского Союза и той гиперапляции, которая возникла, была связана в том числе с тем, что товарный, в принципе, на потребительском рынке, да, все-таки он во многих позициях там, ну, не был, как бы, удовлетворен, да. Если бы этой проблемы не было бы, допустим, наверняка гиперапляции, такой бы, наверное, не было, да. Сейчас Россия не хочет жить по-западному, а как она хочет жить? Казахстан не хочет жить по-западному, а как он хочет жить? Когда я говорю по-западному, на самом деле я просто утрирую, а на самом деле речь же идет о каких-то достижениях человеческих, да. Если мы посмотрим на историю человечества, я как историю просто говорю, что мы видим, что помимо геополитических процессов, да, глобальных, да, концентрации собственности и власти, допустим, да, и деконцентрации, Еще есть глобальный процесс накопления информации. Мы видим, что каждым разом за тысячелетие, за шестилетие, за столетие, за столетие, за десятилетие, за десятилетие свобода личности человека все время увеличилась. Понятно, что не всем это нравится, не всем это хорошо, допустим. Бывает и здешний. Но мы все-таки стоим на этой глобальной столбовой дороге развития свободы человеческой личности, несмотря на ту социальность, которую мы хотим привить, которая сегодня пропала. Я считаю, что пока Россия и Казахстан будут придерживаться этой столбовой дороги, мировой цивилизации, я считаю, что все будет правильно, допустим. Понятное дело, что к этому должны мы прийти. Я думаю, что и Россия тоже на самом деле придет к этому. Я думаю, что на самом деле она к этому и идет. Я верю, может быть, я оптимист и идеалист, но я верю, что все-таки тот культ закрытой свободы, который появился на Западе, это правилости, то есть свобода от чего-то. Он сегодня заменяется теми новыми стереотипами свободы, которые открыты свободой. Свобода для чего-то. Свобода не от чего-то, а для того, чтобы... А свобода именно социальная. Не закрытости от общества, а открытия к обществу. Я считаю, что Казахстан и Россия, как и евразийский стереотип и поведение, и мировосприятие, они сегодня продвигают идею свободы человеческой личности на новый уровень. От закрытости, да, к открытости. Я надеюсь, что и Россия с ее традициями соборной открытости, и Казахстан с его традициями степными индивидуальной открытости, они дадут тот новый стереотип поведения, да, мировосприятия, который позволит нам все-таки не оторваться от человеческих ценностей, от международного права. И на этом пути только мы сможем получить какой-то компромисс. Казахстан